Валентин Распутин Глава первая Зима на сорок пятый, последний военный год в этих краях, простояла сиротской. Но крещенские морозы свое взяли, отстучали, как им полагается, за сорок. Прокалившись за неделю, отстал с деревьев кружак, и лес совсем помертвел. Снег по земле заскрип и покрошился, в жестком и ломком воздухе по утрам было трудно продохнуть. Потом снова отпустила, после этого отпустила еще раз, и на открытых местах рано затвердел наст. В морозы, в бане гуськовых, стоящей на нижнем огороде у ангары, поближе к воде, случилась пропажа. Исчез хороший из старой работы плотницкий топор Михеича. Сроду, когда надо было что-то убрать от чужих глаз, толкали под непришитую половицу сбоку от каменки. И старик гуськов, крошивший накануне табак, хорошо помнил, что он сунул топор туда же. На другой день хватился? Нет топора. Обыскал все? Нет, поминай, как звали. Зато, облазив вдоль и поперек баню, обнаружил Михеич, что топор — не единственная его потеря. Кто-то, хозяйничавший здесь, прихватил заодно с полки добрую половину листового табаку-самосаду и позарился в предбаннике на старые охотничьи лыжи. Тогда-то и понял, старик гуськов, что вор был дальний, и топора ему больше не видать, потому что свои, деревенские, лыжи не взяли бы. Настена узнала о пропаже вечером, после работы. Михеич сзади не успокоился. «Где теперь, в войну, возьмешь такой топор?» «Никакого не возьмешь. А этот был словно игрушечка. Легкий, бриткий, как раз под руку». Настена слушала, как разоряется свекор и устало думала. «Чего уж так убиваться по какой-то железяке, если давно все идет вверх тормашками?» И лишь в постели, когда перед забытьем легонько занывает в покое тело, вдруг екнуло у Настены сердце. «Кому чужому придет в голову заглядывать под половицу?» Она чуть не задохнулась от этой нечаянно подвернувшейся мысли. Сон сразу пропал, и Настена долго лежала в темноте с открытыми глазами, боясь шевельнуться, чтобы не выдать кому-то свою страшную догадку. То отгоняя ее от себя, то снова подбирая ближе ее тонкие обрывающиеся концы. В эту ночь Настена не выспалась, а утром чуть свет решила сама заглянуть в баню. Она не пошла по телятнику, где в снегу была вытоптана дорожка, а по общему заулку спустилась к ингаре и повернула вправо, откуда над высоким яром виднелась за городьбой крыша бани. Постояв внизу, Настена осторожно поднялась по обледенелым ступенькам вверх, перелезла, чтобы не скрипнуть калиткой через заплот, потопталась возле бани, боясь войти сразу, и лишь тогда тихонько потянула на себя низенькую дверку. Но дверка пристыла, и Настене пришлось дергать ее изо всех сил. «Нет, значит, никого тут нет. Да и не может быть. В бане было темно, маленькое окошечко, выходящее на ангару, на запад, только-только начинало заниматься блеклым, полумертвым светом. Настена села на лавку у окошечка и чутко, по-звериному, стала внюхиваться в банный воздух, пытаясь найти новые и непривычные, знакомые когда-то давно запахи, но ничего, кроме резкого и горьковатого духа подмерзшей прели, отыскать не смогла. Выдумала дура чего-то, упрекнула она себя и поднялась, не понимая толком, зачем она сюда приходила и что тут хотела найти. Днем Настена возила с гумна солому на колхозный двор и всякий раз, спускаясь с горы, как завороженная, посматривала на баню, одергивала себя, злилась, но пялилась на темное и угловатое пятно бани снова и снова. Солому приходилось выколупывать из-под снега железными вилами, набрасывая на сани по жвачке и за три естки терпеливая к любой работе Настена умаялась так, что хоть веди под руки. Сказалось, видно, к тому же бессонная ночь. Вечером, едва поев, Настена упала в постель, как убитая. То ли ей что ночью приснилось, да она заспала и забыла, то ли на свежую голову пала само, но только проснувшись, она уже точно знала, что делать дальше. Выбрала в амбаре самую большую ковригу хлеба, завернула ее в чистую холстину и тайком отнесла в баню, оставив хлеб на лавке в переднем углу. Посидела еще, подумала, размышляя, в своем она уме или нет, и ушла, притворив за собой дверку с тайным заклинающим вздохом. Два утра после этого проверяла Настена. Ковригу никто не тронул. Тогда она обменяла ее на другую, свежей выпечки, и положила туда же, на видное место. Она уже ни на что не надеялась, но какая-то неспокойная, упрямая жуть в сердце заставляла ее искать продолжение истории с топором. Не мог чужой догадаться, что под плахой тайник. Вот она, плаха, намертво лежит рядом с другими, не шевельнется, не дрогнет, хоть пляши на ней. Или кто подглядел? Хлеб, хлеб должен указать, кто это был. Против хлеба устоять трудно. Еще через два дня коврига исчезла. Не найдя ее на месте, Настена испугалась. Бессильно со стоном опустилась она на лавку и покачала головой. Нет, не может быть, не может этого быть. Наверное, зашли свекр или свекровь, увидели тут ковригу и прибрали домой. Вот и все объяснение. Настена кинулась на колени. На полу валялись хлебные крошки. Нет, ни свекр, ни свекровь, кто-то другой. В каменке, в холодной золе, Настена разворошила окурок. С этого часа она словно бы выглядывала из себя, что же будет дальше. Справляла домашнюю работу, ходила на работу колхозную, оставаясь на людях такой же, какой была всегда, а сама все время озиралась, пугаясь каждого стороннего звука. Но ждать, когда не знаешь, как следует, чего ждешь, было больше не в моготу. И на субботу Настена затеяла баню. Семеновна отговаривала, ссылаясь на морозы, но Настена настояла на своем. Она сама натаскает воды, сама протопит, им останется только помыться. Она могла бы спроворить баню быстро, дело нехитрое, но нарочно не стала торопиться. Наколола пополам с сосновыми, негарких березовых дров, позже обычного растопила каменку. День был холодный, морозы только еще начинали сдавать, но спокойный и ясный. Поднимаясь от ангары с водой, Настена невольно всякий раз посматривала на дым из трубы. Его черный от березы прямой столб уходил без ветра высоко и был виден издалека. Она нагрела полный, сверхнадобности чан воды, помыла пол и полок, прикрыла трубу и уже в сумерках пошла звать стариков, не забыв сказать им, чтобы они прихватили с собой керосину для лампы. Она была как во сне, двигаясь почти ощупью и не чувствуя ни напряжения, ни усталости за день, но делала все точно так, как и задумала. Дождалась стариков, собрала белье и на вопрос Семеновны, с кем пойдет мыться, соврала, что пойдет с Надькой. Обычно Настена звала с собой в баню кого-нибудь из соседок. Смотреть на свое голое закисающее тело было больно и горько, на глаза наворачивались слезы. Но сегодня ей предстояло обойтись без подружки. В темноте, когда ночь еще не выстоялась и не посветлела, Настена добралась до бани, занавесила изнутри тряпкой окошечко и разделась, решив похлюпаться наскоро, потому что ее загаданный час, по всей видимости, должен был наступить позже. Помывшись, Настена вернулась домой, прибрала при лампе перед зеркалом волосы и сказала старикам, что пойдет посидеть к Надьке, с которой будто бы ходила в баню. К Надьке Настена и правда заскочила, но ненадолго и без всякого дела, лишь бы показаться на глаза. Она торопилась обратно в баню. Тихонько, по-воровски, подкралась к двери, опасаясь, что опоздала, и прислушалась, нет ли кого внутри. Потом осторожно вошла. Баня еще не выстала, и чтобы не взапреть, Настена пристроилась на порожки. Если кто и появится, она успеет подняться и посторониться, а пока оставалось только ждать. Из деревни доносились последние слабые голоса, лай собак, затем все стихло. На ангаре изредка с тугим бегущим звоном покалывало лед, да вздыхала остывая баня. Настена сидела в полной темноте, едва различая окошко, и чувствовала себя в оцепенении маленькой несчастной зверюшкой. Что бы человеку здесь? Среди ночи делать. Она попыталась о чем-нибудь думать, что-нибудь вспомнить, и не смогла. То, что просто было среди людей, здесь оказалось невозможным. Позже, когда двери стало сильно поддувать, она перешла на лавку. Видно, она все-таки задремала, потому что не слышала шагов. Дверь вдруг открылась, и что-то, задевая ее, шебурша полезла в баню. Настена вскочила. «Господи, кто это кто?» крикнула она, обмирая от страха. Большая черная фигура на мгновение застыла у двери, потом кинулась к Настене. «Молчи, Настена!» «Это я, молчи!» В деревне взнялись и затихли собаки. Глава вторая Атамановка лежала на правом берегу Ангары и была всего на тридцать дворов. Не деревня, а деревушка. Несмотря на свое звучное название, лежала она одиноко и потихоньку да помаленьку еще с двоенных лет хирьела, уже пять изб и избы крепкие, никакие не быть развалюхи, стояли мертво, с заколоченными окнами. Почему мелели деревни в войну и объяснять нечего? Тут причина на всех одна. Но из Атамановки люди начали сниматься еще раньше, особенно молодые, из тех, кто не успел зарасти своим хозяйством. Их сманивали к себе поселения побольше да пошумней, с видом на будущее, а у Атамановки его не было. Она построилась когда-то на Атшибе. До самой ближней деревни по своей стороне, Дакарды, где располагался сельсовет, к которому была приписана Атамановка, насчитывалось больше 20 верст. Правда, до Рыбной на другом берегу Ангары было ближе, но Рыбная всегда держалась своих нижних соседей. Там сельсовет, магазины, начальство, ту сторону район, туда и шли со всякой нуждой, а в Атамановку заплывали редко. Мимо Атамановки шлёпали пароходы, провозили новости, многое проходило мимо неё, маячившей на берегу тускло и сиротливо. Даже о войне здесь узнали только на другой день. Судьба её, надо сказать, не вечно была такой незаметной. Своё название Атамановка получила от другого, ещё более громкого и пугающего, от Разбойникова. Когда-то, в старые годы, здешние мужички не брезговали одним тихим и прибыльным промыслом, проверяли идущих с Лены золотишников. Деревня для этого стоит куда как удобно, хребет здесь подходит почти вплотную к Ангаре и миновать деревню стороной никак нельзя. Хочешь, не хочешь, а надо выходить на дорогу. В самом узком месте возле речки отчаянные головы и караулили лиленских старателей. Слава такая о деревне держалась прочно. От устной молвы название Разбойникова перекочевало в бумаги. Но ещё до советской власти кому-то в волости оно показалось неприличным и его заменили Атамановкой. И смысл вроде остаётся и уши не коробит. Местный народ, кстати, с этим переименованием почему-то не согласился. Ещё и теперь, спустя много лет, старики из Карды, из Рыбной, из других деревень, как сговорившись повторяли одно и то же. Вся деревня занималась разбоем, а захотели на какого-то Атамана свалить. Нет уж, не выйдет. Настёну в Атамановку судьба занесла с верхней Ангары. В голодном 33-м году, похоронив в родной деревне близ Иркутска мать и спасаясь от смерти сама, 16-летняя Настёна собрала свою малую на восьмом году сестрёнку Катьку и стала спускаться с ней вниз по реке, где, по слухам, люди бедствовали меньше. Отца у них убили ещё раньше, в первый смутный колхозный год, и убили, говорят, случайно, целев другого, а кто целил, не нашли. Так девчонки остались одни. Всё лето Настёна и Катька шли от деревни к деревне, где, подрабатывая на ужин, где, обходясь подаянием, которое давали ради маленькой и хорошенькой Катьки, без неё Настёна, наверное, пропала бы. Сама она походила на тень, длинная, тощая, с несуразно торчащими руками, ногами и головой, с застывшей болью на лице. Только Катька, для которой Настёна осталась вместо матери, заставляла её шевелиться, предлагать себя в работнице просить кусок хлеба. Осенние сёстры кое-как добрались до деревни Рютиная, где, Настёна помнила, жила тётка по отцу. Та поворчала, поворчала, но девчонок приняла. Настёна, отдышавшись, пошла в колхоз. Катьку отправили в школу. К этому времени стало полегче. Принесли свою огороды, поспели хлеба. Голод, когда есть чем лечить его, лечить нетрудно. И уже к зиме Настёна мал-помалу взялась поправляться. А на следующий год ухнул такой урожай, что не отъесться было бы стыдно. Постепенно у Настёны разгладились ранние морщины на лице, налилось тело, на щеках заиграл румянец, осмелели глаза. Из недавнего чучела вышла невеста хоть куда. Там, в Рютиной, и встретил её спустя два года Андрей Гуськов. Чужой, но расторопный и бравый парень, сплавлявший на плотах горючее, которое брали в цистернах неподалёку от этой деревни. Сговорились они быстро. Настёну подстегнуло ещё и то, что надоело ей жить у тётки в работницах, гнуть спину на чужую семью. Доставив в МТС бочки с горючим, Андрей, тут же не мешкая, прикатил на проходе обратно и увёз Настёну в свою атамановку. Настёна кинулась в замужество как в воду, без лишних раздумий. Всё равно придётся выходить, без этого мало кто обходится, чего ж тянуть. И что ждёт её в новой семье и в чужой деревне, она представляла плохо. А получилось так, что из работниц она попала в работницы, только двор другой, хозяйство покрупней, да спрос построже. Гуськова держали двух коров, овец, свиней, птицу, жили в большом доме втроём. Настёна пришла четвёртой. И вся эта тягость сразу свалилась на её плечи. Семёновна давно уже ждала невестку, чтобы сделать себе наконец послабление. И дождавшись, расхворалась. У неё стали сильно отекать ноги, ходила она тяжело, переваливаясь сбоку на бок как утка. Но хозяйкой оставалась она. Всю жизнь Семёновна крутила это колесо. И сейчас другие руки, взявшиеся за него, казались ей и неловкими, и ленивыми, потому лишь, что это были не её руки. Характер у неё выказался не сладкий. То она принималась ворчать, не терпя ни возражений, ни оправданий. То в злости надувалась и не хотела сказать ни слова. Надо было иметь каменное, как у Настёны, терпение, чтобы не схватиться с ней и не разругаться. Настёна обычно отмалчивалась. Она научилась этому ещё в то кусочное лето, когда обходила с Катькой ангарские деревни и когда каждый, кому не лень, мог ни за что, ни про что её облаять. Конечно, будь она из местных, из атамановских, живи тут же её родня, которая при случае могла заступиться, не дать в обиду, то и отношение к ней было бы другое. Но она, сирота, казанская, неизвестно, откуда взялась, принесла с собой приданного одно платьишко на плечах. Так что и справу ей, чтобы показаться на люди, пришлось гоношить здесь же. Вот как осела на душе у Семёновны. Вот что в ненасытную пору подливало ей масло в огонь. Впрочем, с годами Семёновна свыклась с Настёной и ворчала всё меньше и меньше, признав, что невестка ей попалась и покладистая, и работящая. Настёна успевала ходить в колхоз и почти одна везла на себе хозяйство. Мужики знали только заготовить дров и припасти сено. Ну и если бы крыша над головой упала, тоже подняли бы. А скажем, принести с ингары воды или почистить в стайке считалось неприличным для мужика зазорным занятием. Семёновна на своих ходулях далеко достать не могла. Всюду вертелась Настёна, без которой уже нельзя было обойтись, и это поневоле смиряла свекровь. Одно она не хотела ей простить. То, что у Настёны не было ребятишек. Попрекать не попрекала, помня, что для любой бабы это самое больное место, но на сердце держала. Тем более, что и Андрей у них с Михеевичем остался единственным за первого, второго и третьего, потому что две девчонки до него не выжили. Бездетность-то и заставляла Настёну терпеть всё. С детства слышала она, что полая, без ребятишек баба, уже и не баба, а только пол бабы. Настёна и не подозревала в себе этой порчи и пошла замуж легко, заранее зная бабью судьбу, радуясь самой большой перемене в своей жизни и немножко задним числом, как это обычно бывает, жалея, что походила в девках мало. и не подозревала. Субтитры и не подозревала